Цветок японского чертополоха тоже весь в насекомых. Как только на цветок садится бабочка, все эти крохотные насекомые приходят в движение. Это личинки черной майки. Они вылупились и выползли на поверхность всего несколько часов назад. Появившись на свет, они инстинктивно поднимаются вверх по стеблям цветков и растений. Личинки, которые поднялись на верхушке нецветущих растений, начинают собираться все вместе. Личинкам же, забравшимся на цветки, повезло гораздо больше. Теперь кажется, что личинки – это часть цветка. Вся подготовка закончена. И личинки ожидают насекомых, которых эти цветки к себе привлекают. Личинки, собравшиеся на растениях без цветков, реагируют на жужжание журчалки. Они маскируются под цветки. А делают они это потому, что их выживание полностью зависит от прилетевших на цветок в поисках меда и пыльцы насекомых. Однако личинки, выбравшие жука-дровосека или усача, вряд ли выживут. Они разделят свою участь с жуком. Насекомое, которого ждут эти личинки, это вообще-то пчела. И вот, наконец, это долгожданное гостье прилетает. Это шмель. Разновидность пчелы. Личинки сразу же забираются на пчелу, как будто только и ждали этого момента. Присосавшись к мохнатой маленькой пчеле, личинки глубоко впиваются в ее волосяной покров. Самки черных маек откладывают тысячи яиц. Ведь шансы того, что после их появления на свет они выберут пчелу, очень невелики. Из-за этих зайцев пчела дергается от дискомфорта. Но все равно продолжает свою миссию по сбору пыльцы и меда. Пчела оттяжелела от личинок черной майки. Но все равно отправляется в обратный путь. Ей невдомек, что она несет в свой дом врага. Шмели строят свои улей в кротовых и крысиных норах. Шмель успешно возвращается в свой улей. Он в полном неведении, что он только что изменил судьбу всего своего царства. Он начинает стряхивать с себя этих незваных гостей. И теперь личинки черной майки приступают к своей скрытной операции по выживанию. Они будут питаться шмелиными яйцами и пыльцой. Иногда по ним могут пройтись. Или даже съесть. Но если удастся выжить, даже одна личинка может стать разрушительной силой. Она даже начнет питаться пчелиными личинками, а следующей весной покинет улей и переберется во внешний мир. Субтитры создавал DimaTorzok